Всем привет! Друзья, сегодня у нас будет разбор одного из самых милейших мультиков на английском языке Рапунцель. Как всегда, впереди вас ждет очень много пользы, вы на канале онлайн-школы английского языка EnglishDom, меня зовут Альяна, let's get started! Кстати, друзья, если вы не знали, в оригинале мультик называется не Рапунцель, а Tangled, Tangled это прилагательное, которое переводится как спутанный, запутанный, допустим можно сказать Tangled hair, спутанные волосы, именно так звучит название мультика в оригинале, и теперь вы тоже это знаете К слову, чтобы не путаться в наших видео, ведь у нас много разных похожих и по мультикам, и по сериалам, и по фильмам, и даже по шоу, обязательно подписывайтесь на наш канал и нажимайте на колокольчик, чтобы вовремя получать уведомления о новых выпусках наших видео Кроме того, дополните свои полезные подписки нашими социальными сетями в Телеграме, Инстаграме и Фейсбуке, ведь там тоже выходит очень много полезных советов для изучения английского на каждый день. Ребята, как всегда, в конце я подготовила для вас мини-тест, где проверю ваши знания, полученные из этого видео по мультику Рапунцель, поэтому обязательно досматривайте его до самого конца. Ну а мы с вами приступаем к самой интересной и захватывающей части, начинаем смотреть мультик, как всегда это делаем по отрывочкам, и далее разбираем, что там есть интересного и полезного. Ну что, мы поехали, мы начинаем. Поставим здесь паузу, итак, у нас тут главные герои Конь, Рапунцель и Флинн Райдер, давайте посмотрим, с чего же начинается эта увлекательная сцена. Итак, здесь Рапунцель пытается очевидно успокоить коня и говорит Повторяет это несколько раз, простое слово easy, но здесь оно используется не в привычном нам понимании, потому что обычно мы используем его как прилагательное простой или легкий, допустим, English is easy, английский довольно прост, в данном случае она говорит спокойно, спокойно мальчик, easy boy, easy, если вы хотите кого-то успокоить, можете использовать это выражение, easy, спокойно, не надо мельтешить, и кстати, еще в конце она добавила calm down, это такой фразовый глагол, успокойся, calm down идет вместе два слова, либо easy, либо calm down, выбирайте, что вам ближе по душе Далее добавляет она, именно так, да, вот молодец успокоился, больше тут не мельтешишь, easy, that's it, и ей помогает этот хамелеон на голове, типа давай успокаивайся Говорит она ему, ну-ка садись, а вот сейчас сидеть, точнее да, обращается к нему, как используя вот эти команды, как к собаке, sit, now sit, и как ни странно, конь ее слушается Приказывает она коню, значит как бы выбрось изо рта, из своей пасти, точнее ботинок, то есть отпусти ботинок, drop это глагол, что-то отпускать и выпускать, и за кадром мы слышим голос Флинна Райдера, он говорит what, типа что, что происходит, совсем ничего не понимаю, Обратите внимание, как она произносит этот глагол, то есть часто вот знаете, как можно определить, что человек не native, что у него такой русский акцент, мы говорим просто drop, а вот в американском акценте, когда соединяются буквы, а точнее звуки такое происходит, как бы знаете, скажем, соединение шершавое, drop, то есть как будто бы вставляется такой sound, можно сейчас переслушать и посмотрите внимательно, как она говорит И кстати говоря, в этом выражении drop the boot также присутствует артикль the, потому что мы указываем на конкретный ботинок, она ему говорит брось вот этот конкретный сапог, который находится в твоей пасти, не забывайте насколько важно в английском языке употреблять артикли, в русском языке мы их не употребляем, и по этой причине очень часто вот мои студенты там пишут эссе или просто говорят на английском, и мимо просто ушей пролетают эти артикли, мы забываем их использовать, не забывайте пожалуйста насколько это важно в английском языке, и мультик нам тому доказательство Казалось бы очень простое предложение, но в нем также присутствует некоторый грамматический момент, который порождает множество ошибок, опять же из моего опыта преподавания часто люди совершают ошибку, когда вместо you are such a good boy, говорят you are so good boy, почему это происходит, потому что в русском языке мы говорим одинаково, ты такой хороший, либо ты такой хороший мальчик, и там и там такой, а вот в английском есть разграничение на such a so, давайте с вами разберемся, после so всегда будет идти только прилагательное, только-только прилагательное, допустим English is so easy, английский такой простой, такой легкий, so плюс easy прилагательное, а после such всегда будет идти прилагательное, плюс внимание существительное, это очень важный момент, то есть допустим English is such an easy language, easy прилагательное, language существительное, мы не можем сказать English is so easy language, мы не можем сказать you are so good boy, обязательно you are such a good boy, и опять же не забываем про артикль a, you are such a good boy, потому что boy это исчисляемое существительное, в единственном числе, и мы дадём описание этому мальчику, ты такой хороший мальчик, you are such a good boy, берите на заметку и не допускайте эти ошибки в своей речи И далее добавляет Ты бедный весь устал от того, что ты гоняешься весь день по всему лесу за этим плохим человеком, разбираем по кускам это приложение, from chasing, chase это глагол гоняться за кем-то, быть в погоне за кем-то, chasing this bad man, то есть он устал от того, что он гонялся за этим плохим человеком, all over the place, такое фиксированное выражение, что означает повсюду, то есть в данном случае, по всему лесу он гонялся за Флиннрайдером, и он устал от этого, he is all tired, и смотрим с вами следующий отрывок Nobody appreciates you, do they? Do they? Спрашивает она у коня, Никто тебя не ценит, appreciate это глагол ценить, к слову, I really appreciate that you are watching this video right now, я действительно очень сильно ценю, что вы сейчас смотрите это видео, ставите ему лайки, пишите комментарии, и я очень сильно это ценю, I really appreciate it, и в данном случае Рапунцель говорит коню, Nobody appreciates you, никто тебя не ценит, и в конце добавляется очень интересная часть, Do they? Мы с вами как-то уже разговаривали на эту тему, это у нас специальные вопросы в английском языке, они называются разделительные вопросы, или вопросы с хвостиком, и вот этот хвостик переводится как Не так ли? То есть тебя никто не ценит, не так ли? Помним, что очень важно соблюдать правила грамматики, если основная часть предложения идет в отрицании, то хвостик идет положительный, А если наоборот, основная часть у нас идет положительная, то хвостик будет отрицательный, здесь в основной части отрицание несет в себе слово nobody, nobody appreciates you, поэтому хвостик идет положительный, Do they? Пожалуйста, не допускайте опять же распространенную ошибку, когда мы на русском делаем двойное отрицание, никто тебя не ценит, никто не ценит, в английском тоже часто я слышу, nobody doesn't appreciate you, к примеру, двойное отрицание, в английском нельзя, просто nobody appreciates you, do they? И, конечно же, всегда-всегда сохраняем время, в основной части present simple, и хвостики тоже present simple, do they? Удивляется Флинн Райдер, come on, типа, да ну ты гонишь, да что ты тут рассказываешь, he's a bad horse, он плохой конь, he's a bad horse, опять же, артикль, да когда мы что-то описываем, артикль э, в единственном числе, he's a bad horse, и далее Рапунцель встает на защиту коня, говорит она, он никто иной, как большой свит-харт, это такой золоце, душка, няшка, то есть вы поняли все вот такие вот слова, которые описывают таким образом человека, или в данном случае коня, и она говорит, что он никто иной, как большой душка, he is nothing but a big sweet heart, but в данном случае используется в значении кроме, допустим, there is no one here but me, здесь никого нет, кроме меня в данной комнате, меня, камеры и вас, дорогие зрители, there is no one here but me, и вот она именно так использует but в данной реплике Isn't that right? Не так ли, да? Разве я не права? Максимус, обратите внимание на произношение, по-русски мы говорим Максимус, такое у-у, да, в конце Максимус, на английском это Максэмэс, Максэмэс, через звук шва, Максэмэс. Хорошо, двигаемся с вами дальше. Пожали они друг другу руки, лапы, копыта, неважно, в конце, в общем, какой-то договор у них случился в конце, давайте посмотрим, очень милая сцена, на самом деле, с конем, как конь просто тает на глазах после разговора с Рапунцель Говорит Флинн Райдер, вот так вот скрещивает руки, что означает, да вы, наверное, надо мной издеваетесь, ты что, прикалываешься надо мной? Как тебе может нравиться этот строгий конь, который гоняется за мной по всему лесу? Классное, разговорное, чисто неформальное выражение, когда вы хотите показать свои эмоции, что вы не верите своим глазам, что происходит, или не верите своим ушам, что вам вообще говорят, и хотите сказать, ты что, издеваешься надо мной? You gotta be kidding me, хорошее выражение, берите на заметку Говорит Рапунцель Коню, послушай, сегодня как бы один из самых больших, самых важных дней в моей жизни kinda, это сокращение от kind of, такое знаете, есть понятие filler в английском языке, когда нейтивы заполняют свою речь типа like, you know, kind of, что, кстати, переводится как как бы, kind of, как бы, дают себе время подумать и подобрать следующие слова, вот мы тоже в целом в русском говорим как бы, как бы, они говорят kind of, the biggest day of my life, biggest это превосходная степень прилагательного big, big, bigger, the biggest, с артиклем the, обязательно, и окончание est, самый большой день в моей жизни, the biggest day of my life And the thing is, что переводится, и дело в том, как бы, вот ситуация заключается в том The thing is, I need you not to get him arrested Мне нужно, чтобы ты его не арестовывал, чтобы ты не сажал его в тюрьму To get someone arrested, это именно арестовывать, сажать в тюрьму К примеру, the police got the criminal arrested, полиция арестовала преступника И в данном случае он говорит, пожалуйста, не арестовывай моего Флинн Райдера Пожалуйста, просто на сутки, на 24 часа, пожалуйста, не гоняйся за ним Добавляет она, и потом после этих суток вы можете гоняться друг за другом Chase each other, вы уже знаете глагол chase To your heart's content, прекрасное выражение, идиома, которое переводится Сколько вашей душе угодно, то есть можете бегать друг за другом по всему лесу Сколько вашей душе угодно I wish I could eat chocolate to my heart's content Жаль, что я не могу есть шоколад столько, сколько в моей душе угодно Потому что иначе я потом не влезу в ваши экраны и в свою камеру, да Вот таким образом используется данное выражение Мне оно очень нравится, и вообще, в чем сложность с английскими идиомами, так это в том, что они никогда не переводятся дословно То есть, при чем здесь сердце, при чем здесь контент И поэтому всегда легче просто запомнить перевод и использовать его в нужных ситуациях вашей речи И далее, когда конь отказывается сотрудничать, отворачивается с таким обиженным лицом Рапунцель продолжает его уговаривать и говорит И также, сегодня мой день рождения И на этом у нас завершается наша сцена из мультика Рапунцель И, друзья, как обещала, сейчас у нас будет мини-тест на проверку ваших знаний Подсоберитесь, вспомните все, о чем мы сейчас с вами разговаривали И давайте отвечать на вопросы, буду ждать ваши ответы в комментариях Вопрос номер один Вопрос номер два касается грамматики Что будет правильным поставить после such? Вариант A Только прилагательное Вариант B Прилагательное плюс существительное Вариант C Прилагательное плюс глагол И вопрос номер три, последний на сегодня Как переводится выражение just so you know Вариант A Тебе необходимо узнать Вариант B Ты ничего не знаешь Вариант C К твоему сведению Ребята, и это был весь разбор на сегодня Я очень надеюсь, что он вам понравился И если это действительно так, пожалуйста, поддержите это видео лайком Нам очень приятно видеть ваши реакции на видео Также напишите в комментариях, какой ваш самый любимый момент из мультика Возможно, это он и есть, который мы сегодня разбирали Либо вам нравятся какие-то другие части из мультика Рапунцель И также обязательно поделитесь своими мыслями Какой еще мультик на английском вы бы хотели разобрать в наших следующих выпусках Мы обязательно сделаем на него разбор И помните, что самое лучшее обучение это с преподавателем А самое удобное это еще и онлайн Просто вот так вот сидя дома Либо в кафе, либо не знаю, где бы вы ни находились Просто включайте свой интернет И занимайтесь один на один с преподавателем по скайп в EnglishDom Целый час, весь фокус внимания от преподавателя будет только лишь на вас Вы будете максимально прокачивать свои разговорные навыки в английском языке Все, что вам нужно сейчас сделать Это просто нажать на кнопочку, которую вы видите на экране И записаться на свой первый пробный, внимание, бесплатный урок в EnglishDom Записывайтесь на урок и учите английский А я прощаюсь с вами до следующего видео Всем пока!